Здравствуйте, друзья! Вы на канале Урбаниста 21 века, где мы обсуждаем абсолютно разные городские темы, от застройки городских районов до общественного транспорта и обзоров парков. Сегодня же мы рассмотрим станцию московского метрополитена, расположенную на юге Люблинско-Дмитровской линии метро, а именно Братиславскую. Проектное название станции было Краснодарская, по одноименной улице, расположенной в непосредственной близости. По факту же станция была открыта 25 декабря 1996 года и названа уже по другой близлежащей улице, в честь города Братислава, а также дружбы и сотрудничества славянских народов. Братиславская была открыта в составе сдачи четырех станций, от Волжской до Марьино. Глубина составляет всего 8 метров. С тех дней по сегодня какого-либо существенного ремонта на станции не проводилось. Входы с улицы, ведущие на платформу, никак не изменились с момента их постройки. Что очень любопытно, ведь на соседних станциях Люблино и Марьино уже вовсю работают новые входы-выходы, подобные тем, которые сейчас строят на всех новых станциях метро. Оформлена платформа в темных тонах с довольно темным освещением, характерным для станций 90-х годов. Стены покрыты светлым мрамором, пол выложен светлым и темным гранитом, напоминающий шахматную доску. Клатформа довольно свободная с всего одной линии колонн по центру, делящей станцию на две равные части. На торцах сводов помещены лепные медальоны с изображением Братиславского замка, крепости Девин, здания Московской мэрии и храма Христа Спасителя. Очень интересный факт. Изначально проектировщики оставили место без колонн в середине станции для пересадки на второе кольцо метрополитена, о котором в 90-х никто еще даже не заикался из обычных людей, но его уже запланировали. Однако, к сожалению, многих жителей, которые на самом деле про это даже не знают, строительство второго кольца уже почти закончено на станции метро Печатники. Братиславская успела засветиться в фильме Старые Клячи, где прямо по рельсам ехал автомобиль. Станция имеет два вестибюля, в одном два выхода, в другом три. Также у южных выходов имеется и четвертый, который из-за ненадобности почти сразу же стал техническим и не функционирует для пропуска пассажиров. Во время постройки станции сам район еще не был полностью застроен. Людей, пользовавшихся метро, было вообще мало. Именно поэтому метрополитен не стал тратить деньги на содержание пандусного выхода. Он используется работниками для хранения различных инструментов и материалов для ремонта. За закрытой дверью располагается тепловая камера. Вот, пожалуйста, вы можете видеть его на фото. На данный момент Братиславской пользуются жители района Марьино, в котором станция собственно и располагается, а также часть людей из соседнего района Люблино. Помимо этого сюда ездят автобусы 112 и 112 экспресс с жителями района Капотни, у которых нет своего метро и каждый день они добираются до ближлежащей Братиславской. В целом, станция ничем особенным не отличается. Она довольно мрачная, что, повторяюсь, характерно для строительства станций 90-х и нулевых. Она является одной из двух станций самого населенного района Москвы, Марьино. А если вы знаете что-либо про Братиславскую, обязательно напишите это в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. А самую полезную и актуальную информацию я закреплю в комментариях. Рад был для вас вещать. Подписывайтесь, впереди еще много интересного. И всем ББ.